Всем привет, с вами снова Юлиан, и это канал RCS Club Models. И сегодня пойдет речь о настройке Betaflight OSD на примере полетного контроллера Motec F405. На самом деле нет ничего проще, чем настроить OSD под Betaflight, не требуется никакого лишнего программного обеспечения, кроме конфигуратора Betaflight, где проводятся все операции в отдельном окне, интерфейс до ужаса понятен и простой, не требуется никаких лишних программаторов, как это было с микроминимумом OSD. Да, кстати, если вы до сих пор пользуетесь микроминимумом OSD или, не дай бог, минимум OSD, все очень просто. Все, ваши проблемы с OSD решены. Просто купите полетный контроллер, такой, как Motec F405 OSD или любой другой подобный полетный контроллер, где есть интегрированная OSD Betaflight. Поверьте, оно этого стоит. Сколько микроминимума OSD попило крови новичкам, просто тяжело даже назвать. Поэтому будь мужиком и купи нормальный полетный контроллер. Все. А мы продолжаем. Просто подключаем USB-шнур к полетному контроллеру, даже не подключая аккумулятор вначале. Теперь открываем Betaflight, заходим во вкладку OSD и вначале заливаем нужные шрифты. Нажимаем Front Manager, выбираем понравившийся шрифт. Я, допустим, выбрал Betaflight. Очень прикольный шрифтик, наклонный и красивый. Также неплохой шрифт Digital. Можно выбрать более жирный шрифт, более мелкий или очень крупный шрифт, если у вас плохое зрение. Или даже залить свой нужный шрифт. Я выбираю Betaflight. И нажимаем кнопочку Upload. Теперь заходим во вкладку OSD. Первое показание это RCCI. Если подключен, конечно, с приемника радиоуправления к полетному контроллеру, не сильно актуально для гоночных квадрокоптеров, но некоторые люди любят использовать и следить за уровнем сигнала аппаратуры радиоуправления. Я его пока отключаю. Следующее показание это напряжение аккумулятора. Переместим показания в левый нижний угол. Вот примерно вот сюда. Кстати, видели, как легко перемещается любое показание на дисплее? Просто берете мышку и переставляете в нужную часть. Очень удобно. Конечно, не сравнится с микро минимумом OSD, как я и сказал. Следующее это крестик в центре экрана, который не особо нужен. Следующие два показателя. Искусственный горизонт, который, возможно, пригодится новичкам для учебных полетов. Его я отключаю, конечно же. Общее время после включения квадрокоптера и время полета, которое активируется после арминга квадрокоптера. Общее время отключаю, а флейтайм оставляю как раз в правом нижнем углу. Следующий, Fly Mode. Понятно, что показывает полетный режим вашего квадрокоптера. Обычно раньше выставлял в левый верхний угол, но так как сейчас летаю только в акро, включать его не буду. Нет, хотя его оставлю, попробую несколько новых полетных режимов, чтобы у меня высвечивался на экране. Все равно места здесь еще много. Следующее это имя пилота или позывной. Прописывается в конфигурейшене, вот в самом низу. У меня написано RC School Mode, больше не помещается. На виртуальном экране в конфигураторе имя не прописывается, но обязательно будет в видеосигнале. Далее уровень газа. Возможно, новичкам пригодится, чтобы следить за уровнем газа. Я его отключаю. VTX Channel используется для таких приемников, как TBS или другие, у которых идет управление через сам полетный контроллер. Показывает и выводит номер канала. У меня простой видеоприемник. Это отключаем. Следующий, Amperage. Очень нужное показание, сколько ампер в данный момент потребляет ваш квадрокоптер. И напряжение вот так поставим, прямо над ним, для удобства. Следующее показание, это сколько миллиампер в час вы израсходовали. Его следует передвинуть на вот одну циферку левее, потому что когда возрастает показание больше тысячи, последняя цифра не видна. Следующий, GPS Speed. Понятно, что скорость, но при подключении GPS также сколько спутников ловит ваш модуль. Высота по GPS также все это подключаем. И следующие три показания, как видим, это PID Roll, PID Pitch и PID Yav. Удобно выводить показания ПИДов при их настройке. Допустим, когда вы настраиваете ПИДы с помощью переключателя на аппаратуры, вы не видите визуально, насколько вы подняли или убавили ПИДы, а вывив тем самым ПИДы на экран, вы всегда будете визуально контролировать. Ну и последнее показание Power, которое переводит нам ватт в час. Оно мне также не нужно. Дальше можно отключить или включить лого при запуске квадрокоптера Betaflight. Я ставлю, прикольная пчелка, вначале засвечивается. Далее формат курсовой камеры. Я выбираю PAL, хотя можно ставить авто, все работает и так. И выбираю метрическую систему. Далее настройка предупреждений. Например, RCCI, когда падает меньше 20, у вас будет показание RCCI активно моргать на экране. Дальше предупреждение о использованных ампер в час. Выставлю 1100. У меня аккумчики 1300 миллиампер в час для квадрокоптера. И у меня показания миллиампер в час, вот эти будут активно моргать при расходе уже 1100. Далее время полета 10 минут, ну пусть будет и высота. Это нам не нужно. После всех этих настроек нажимаем кнопочку Save. Вот в принципе и все. Осталось показать наглядно работу OSD и некоторые еще функции. Теперь подключаем аккумулятор и проверяем работу OSD. Все, как видим, отлично работает. Все показания, которые программировали, есть. Напряжение, ампераж, имя пилота, полетное время и израсходованных миллиампер в час, которые в данное время растут. Так же, как и на микро минимум OSD, есть возможность войти в меню OSD и изменить тот или иной параметр полетного контроллера. Для этого делается точно такая же комбинация. Левый стик влево, правый стик вверх. После этого мы входим в меню. Первый раздел у нас профайл. Здесь мы можем выбрать один из банков с пидами, заранее запрограммированных. Их тут понятно, что три, как и в Betaflight. Следующее. Это все пиды. Roll-P, Roll-I и так далее. Можно любой из параметров легко поменять, прямо в поле и после сохранить. Как видим, управление очень удобное. Все производится управление с помощью правого стика. Нет никаких тормозов, как на микро минимум OSD, хотя там, скорее всего, было связано с более слабым процессором у старых полетников. Следующее. Следующие все те же самые параметры, что и в Betaflight есть. Rate и так далее. Фильтр. Следующее меню у нас. Работа с Blackbox. Сейчас у меня не подключена карточка. И далее настройки и менюшки для работы с такими передатчиками, как TBS, которые подключены к полетному контроллеру. Также можно включить или отключить прямо через меню LED Strip, то есть огни, подключенные к полетному контроллеру. Сейчас я их отключил. В следующем меню можно включить или отключить любой параметр, который вводится на OSD. Как видим, тут RCCI, напряжение и так далее. Все, что мы настраивали в Betaflight. Я этого делать, конечно, сейчас не буду. Далее опять же предупреждение по RCCI, по израсходованным миллиампер в час. Все то же самое. Следующий пункт это информация о прошивке. Следующая MISC. Минимальный газ. Делитель напряжения и так далее. Можно прямо в поле, опять же, подкорректировать показания напряжения на OSD. Ну и следующее меню для сохранения всех параметров, которые вы изменили в меню. После всех изменений необходимо нажать право и все сохранить. Сейчас, конечно же, это делать не буду. Как видим, менюшка очень простая, удобная в использовании. И можно любой параметр изменить прямо в поле. А на сегодня все. Подписываемся обязательно на канал, вступаем в группу ВКонтакте, добавляемся ко мне в друзья. Я оставлю ссылочку на себя ВКонтакте в описании. Всегда отвечу на ваши вопросы, проконсультирую, помогу, чем смогу. С вами был Юлиан. Пока.